Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо». Сегодня мы коснёмся очень важной и очень личной темы. Важной и личной для всех верующих людей. Речь пойдёт о том, как люди разных профессий, разных возрастов приходят в православную веру и в православную церковь. Мы надеемся на то, что наши гости, а также все участники программы найдут сегодня возможность открыть нам сам эту подъемную часть своей души. А начнём мы по традиции с того, что зададим несколько вопросов киевлянам. То есть был человек, который в моей судьбе помог мне прийти в православие. Зовут протеерей Андрей Ткачёв, достаточно известная личность в нашем пространстве. Благодаря ему пришёл православие. Я психолог по образованию. Мне интересно было, как в других религиях, которые не связаны с православием, как у них. И я провела анализ для себя. И я уже больше 20 лет православие. И больше 15-16 лет заказываю службы. Вот в Лавре и других паломникам езжу тоже. Я не вижу другой веры сильнее на Украине, чем православие. Я из семьи коммунистов. Приходила к вере очень тяжело. Приходила, уходила, приходила, уходила. Сейчас я являюсь прихожанкой нашего храма в Харькове, Успенского храма. У меня была бабушка, прабабушка, очень верующая. И, наверное, ещё она смогла заложить в моей детской душе веру в Бога. С самого рождения, можно сказать, окрестили. И потом начала ходить в церковь ещё за школу. В общем, православие есть православие. Это вера в Бога живого, Бог живой. А всё остальное, как бы, оно... Есть материя, есть энергия, но оно всё не живое. А Бог живой, мы живые. Мы по образу и подобию Божьему, поэтому православие не менять ничего. Потихоньку прихожу ближе, ближе к вере. Где это было, ну, как бы, обязанностью. Я жила на Западной Украине. Там всегда люди по выходным ходят в церковь. И это мне прививалось с детства. А сейчас я с радостью, с удовольствием представляю наших гостей. Это отец Алексей Малюков, священник киевского... АПЛОДИСМЕНТЫ Священник киевского храма в честь преподобного Агапита Печерского. И преподаватель православно-катехизаторских курсов при Киевской Духовной Академии и Семинарии Марина Самофал. А также наш особенный коллективный гость – это православная молодь, представители разных парафий Киева, Украины. Витаем вас, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Отец Алексей, с вашего разрешения начну с вас. Я знаю, и многие сидящие здесь знают, что вы пришли в православие из протестантизма. То, что можно открыть. Почему именно вы выбрали православие? Почему ушли с протестантизмом? Что привлекло? Если кратко. Ну, если кратко, во-первых, что я не был крещен с детства, как многие христиане. И я, получается, крестился именно у протестантов. То есть они мне засвидетельствовали, я уверовал. И пробыл там около 10 лет. И я считаю, что православие – это как бы шаг еще выше. То есть через книги, через святых отцов. Я когда понял, что православие намного интереснее и выше, чем протестантизм. Вот так вот. Марина, если не секрет, какой у вас был путь? Я знаю, что многие, многие люди приходят через скорбь, через страдания, через какие-то жизненные обстоятельства. А иногда через радость и через какую-то встречу. Как было у вас? Знаете, у меня было, наверное, все достаточно обычно. И вот сейчас, анализируя, я думаю, что Господь как бы вот так взял и за ручку провел. Я была крещена в детстве, в православии. Семья у меня верующая всегда была, но не церковная. Ну, то есть как бы чтились праздники, и на этом точка ставилась. И вот в возрасте где-то 16-17 лет все-таки вопросы возникают, да, о смысле жизни, о назначении человека. И вот в это время мне как раз вот так промыслительно предложили пойти на катехизаторские курсы при Лавре. Вы знаете, я туда пошла, и как ни удивительно, я там осталась. После этого как-то вот как в надежные руки попал, я сразу пошла в храм. Буквально в тот же месяц, как пошла на курсы, и, знаете, ощутила, вот как хорошо мне здесь быть, да, как апостола, да, на горе Павор. Вот, и если честно, то вот если вот проанализировать, то как такового глобального выбора не было. Выбор был уже где-то позже, и скорее это был не выбор, а анализ. А почему же вот я в православии, мне здесь хорошо, а что же у других христианских конфессий? Я стала анализировать, но при этом, вы знаете, у меня всегда еще до этого вопроса была такая внутренняя радость. Я всегда как-то, ну, православие, оно нацелено на то, что человек все время растет, все время преодолевает себя и приобретает, становится выше. И мне как-то, вот знаете, как-то по-наивному так всегда казалось, вот как хорошо Господь придумал, и мне это как-то очень по душе, что человек поднимается, поднимается, развивается. И оказалось, когда я стала анализировать тот же католицизм или тот же протестантизм, там все по-другому. Ведь религия, она должна ответить на вопрос о смысле жизни человека, да, и если уж совсем очень коротко и четко, да, то о смысле спасения, да, каким образом спастись. Что нам говорит католицизм? Какие-то такие юридические отношения с Богом, да, сделая какое-то количество добрых дел, а если переделаешь, то сверхзаслуги засчитаются кому-то другому, да. И нету каких-то личных вот этих отношений с Богом, как двух личностей, да, вот. И какие-то они такие законнические, я тебе, ты мне, как-то так. Протестантизм тоже ушел в другую крайность, нам дела не нужны, поступки не важны, уверуй. Ну я, конечно, утрирую сейчас, вы понимаете, да, но тем не менее, как бы, твое самосовершенствование, твоя наполненность, твоя внутренняя жизнь никому не интересна. Ты там уверовал или сделал какое-то количество добрых дел и не развиваешься. И ты уже спасен, и ты уже спасен, и ты уже спасен, да, да. Это очень важно, да. В православии все по-другому, да, мы знаем, что все время человек должен развиваться. Если человек останавливается, он не просто останавливается, он все время сползает. Плюс православие – это вот союз любви, это человека с Богом, это две личности. И мы ждем милости у Бога, а не говорим, ты мне должен, потому что я что-то сделал, да. Я хочу продолжить эту мысль и хочу подключить нашу молодую аудиторию вот к такому вопросу, батюшка, и вам, и Марина, и вам всем. Пожалуйста, как вы относитесь к такой мысли? Прокомментируйте, пожалуйста. Пожалуйста, всегда говорят, вот я искал, я искал, я читал, я искал. И это правда, я про себе сказал то же самое, со мной было то же самое. Не улетворяла картина мира, которую дали в марксизм-ленинизм, и искал. Это правда. Но мы в этом процессе встречи с Богом часто забываем о самом Боге. Так вот вопрос. Есть такое мнение, что не мы ищем, а это Бог нас ищет. Это Он идет нам навстречу, и мы как бы находимся, как потерявшееся дитя, мы находимся, как подкидыши, как потерявши. Согласны ли вы с этим? Пожалуйста, кто хотел бы высказаться, пожалуйста. Я абсолютно с этим согласен, что Бог нас где-то все время ищет и потом находит. Я вот помню, как мне первый раз засвидетельствовали. Во-первых, это мне в школе принесли маленькие вот эти вот гедеоновые братья, протестанты, принесли эти Библии, раздали всем. Конечно, мы им не воспользовались. Потом помню, как мне в троллейбусе подсел какой-то зэк, вышедший из тюрьмы, христианин, и начал мне говорить, ты знаешь, что Бог тебя любит, там тебе надо. Я, конечно, тоже это не воспринял вообще, как бы отложил от кого-то Библию тоже. Но это были как маленькие призывы. Вот я так понимаю, всегда нас Господь зовет через разных людей, через обстоятельства, 100%. Он вообще хочет, чтобы все мы спаслись, все абсолютно. А уже другой вопрос, как мы на это отреагируем. И Бог зовет однозначно. Кто-то хочет что-то добавить, сказать. Может, кто из молодежной аудитории хочет додать что-то. Добрый день. Я бы хотела спросить у отца Алексея, но лично мне очень важно услышать вашу историю. Вот вы 10 лет были в протестантизме. Потом случилось что-то, благодаря чему вы перешли в православие. Мой вопрос заключается в том, что было переломным моментом, вот этой последней точкой, после которой вы решили, что все-таки истинная вера православная. Спасибо. Спасибо, замечательный вопрос. Если в двух словах, я бы как бы... Да, 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 у нас все лаконично. Из-за того, что я не был крещен, то есть у меня был как бы очень такой большой рост, как бы сразу. То есть сразу какая-то там школа ихняя там библейская. Потом мне этого слова мало, буквально два года прошло, я поступил в семинарию протестантскую. Там три года отучился. Потом началось практическое служение. Пастырское там, дьяконское там, детское служение, молодежное служение. То есть как-то там по всем, по всем, по всем, но все равно что-то как бы... Я как бы расстал из этих штанишек, и мне случайно попалась книга. Знаете, какая? Это было житие Иоанна Богослова. То есть я как бы был ограничен только Библией, как все протестанты. А тут житие Иоанна Богослова. Та информация, которой не было в Библии. Меня это заинтересовало. Потом еще какая-то книга, еще какая-то. Потом я случайно попадаю... Вот это вот, как бы, как встреча у меня была. То есть я попадаю на чаепитие с Андреем Ткачевым. И все. И это было... То есть я увидел, не знаю, того человека, которому я хочу подражать, с кем я хочу быть рядом. И все. Я просто сказал так, все, я ухожу как бы. И мне говорят, да пожалуйста, иди. Вот так хорошо получилось на самом деле. Они меня не там, не дергали, не рвали, как бы, сказали, хочешь идти, иди. Все. И я начал ходить вот эти, сначала на чаепитие, а потом уже и начал там служить в алтаре и тому подобное. И вот потихонечку, мягко перешел из протестантизма в православие. То есть, конечно, ну конечно, книги повлияли огромную, имели огромную роль в моей жизни. Потому что, когда я читал там, не знаю, Исаака Сирина или Авдорофей, я понимал, что... А что вообще они говорят? То есть, для меня это было абсолютно непонятно. То есть, где я, а где Исаак Сирин с его какими-то замечаниями. И мне это было интересно. И я начал, и по сути, это был повод к поиску. И еще последнее, может быть, скажу, что фильм «Остров» на меня очень сильно, это такое, как бы, практическое православие, такое интересное, которое вообще я никогда не видел. Он огромную, на меня очень сильно повлиял. Может, еще на кого-то вплинув этот фильм? Я пришла в музей Схидного и Захидного мистецтва. И там была скульптура, я не помню, навіть уже, кто был автор ее, но она изображала Богородицю с Господом Иисусом на руках. И я помню, как я стояла біля цієї скульптури, и слезы просто текли по моих очах. Я не могла ничего себе подисти, я стояла дуже вражена. Потім я хотела знову прийти, побачити цей витвер мистецтва, але экспозиція змінилася. Але це склало таке, якби, враження на мене, що дійсно було таким кроком важливим у житті. Ми пропонуємо молодим православним людям розповісти нам свою історію, як вони прийшли в православі, як вони прийшли до Бога. Звичайно, участь у цій рубриці абсолютно добровільна, але ми будемо дуже раді почути вас всіх. Я хочу ще додати тільки, що я прошу наших основних спікерів прислуховуватися до того, що буде сказано, бо у нас є невеличкий приз для найбільш активного сьогодні учасника з молодіжної аудиторії. Будь ласка. Здравствуйте, мене Владимир зовут. Історія немножко такая оригинальна. Значить, по поводу того, що ви говорили, що Бог все-таки іщет встречи з человеком, це дійсно так, і як в притчі о блудному сіні сказано, то, що отец ждав, то есть сын возвращався, а отец його вже ждав. Еще до того, як він вернувся, отец вже стояв, выглядывав, ждав. У мене вот что-то похожее произошло, і як раз ця ікона сыграла таку роль в начале веры. Я как-то услышав проповедь одного батюшки, там попав в храм і услышав проповедь батюшки. Он там как бы рассказывал людям, у которых були проблеми, о том, що, говорит, современний человек, як правило, приходит к Богу через скорби, через какие-то больші скорби, говорит, і я, наверное, думаю, що большинство із вас, це там був особий молебен, он говорит, що большинство із вас, скорее всего, прийшли сюди тоже не просто так, у вас проблеми какие-то є, і, говорит, современний человек живет, як блудний сін, і як раз показав на цю ікону. Я даже не знаю, я вроде бы не читал на тот момент писання, але я почему-то этот образ, эту притчу понимал, і у мене как-то це все сложилось. Плюс ще було нескільки таких живих примерів, соседей, знакомих, у которых реально путь к Богу начинался после смерти їх дітей. І у мене как-то це все сложилось, і я такой сразу, у мене на тот момент как бы вопроса в том, есть Бог или нет, не було, то есть для мене бытие Божие було понятним. Но в тот момент я понял, що нужно воцерковляться, нужно начинать путь к Богу, потому що може бути по-другому. То есть у мене как-то був намек, і я його понял. В моєм случае це було. Спасибо, важливо услышати именно этот призыв, коли Господь стучиться. Да, спасибо. Есть еще кто-то желающий высказатися? Я хочу сказати, що ми все... Да, сейчас я хочу сказати, що Евангелие от Луки нам, повествующее притчу о блудном сіне, якраз говорить, як Бог радується, коли ми к нему приходимо. Помніте, там блудний сін придумав даже, як він буде оправдаватися, а отец не ждав никаких його оправдань, він став целовати його, і перстень ему надіг на руку, на палец. Вот так і Бог радується, коли ми приходимо. Он не ждет от нас отчета о грехах. Он ждет от нас, що ми сказали ему, отче, прости мене, як я в чем-то погрешив. Пожалуйста, там кто-то ще хотів? Пожалуйста. Да, добрий вечір. Меня зовут Александр. Где-то 10 лет назад это було, я заболел достаточно серьезно, і получилось так, що врачи як-то никак не могли знайти причину ціну ціну. Ну і вот моя мама решила, після того, як врачи ничем не змогли помочь, моя мама решила поехати к народной цілительнице. Але цілительница сказала о том, що потрібно купити свечи в храмі почему-то. Це найудивіші. Це, можливо, і промислов божий в ціну теж заключався. І вот моя мама приехала в храм, в монастырь, в Нечеров, в село. І вышел монах ей навстречу, спрашиваю, зачем ви приїхали. І она объяснила ситуацію, объяснила, зачем приїхала, що їй потрібна свеча. І он сказав, що не робите ціну. «Вот послухайте мене просто. Приїйте со своєм сіном несколько раз, пусть він причаститься, і все болезни пройдуть». Моя мама доверилась, решила, що лучше доверять Богу, чем каким-то там цілительницам. Она мене привезла в храм, і я помню, що мене було дуже тяжело, я нічого не понимав. Для мене це була якась пітка страшна, тому що я не понимав, що говорять священники, я не понимав, що це за піснопення, я не понимав нічого. І для мене каже воскресенье це було якимось великим спитанням. Але, дійсно, болезнь з часом відступила, що найважливіше. Дякую. Може, ще у когось є бажання розповісти свою історію? Може, покоротше трохи? Так, ще є, да, пожалуйста. Так, я хотів би продовжити думку про те, що дійсно душа для того, щоб сприйняти Бога, вона має якось розм'якнути. Тому що ми живемо все-таки в суспільстві оточеним православ'ям, скрізь є храми, скрізь є ікони. Ми про це знаємо з дитинства. Але чомусь не завжди на нас це діє. І от в моєму випадку я теж вирішен на нашій православній землі. Був досить такий байд, вже ставився до православ'я. Аж доки в житті не сталися скорботи, доки я почав шукати виходу із цих скорбот, почав шукати спасіння, було захоплення там йогою, медитаціями. А потім десь, знову ж таки, невідомо як, до нас додому потрапила книга Серафима Роуза «Душа після смерті». І до цих пір я не можу дізнатися, де вона в нас взялась, бо духовної літератури в нас ніякої більше не було. І я відкрив, наскільки православ'я може бути дійсно глибоким, і наскільки воно може бути красивим і обґрунтованим. Тому що до цього для мене православ'я було б таким примітивним, там чимось для бабусь. Потім була поїздка в Почаїв, хоча я був там уже третій раз, але тільки на цей третій раз я зрозумів, наскільки це велика сила, вже перебуваючи в таких складних життєвих ситуаціях. Дякую. Як ви, Таці Олексій, говорите, що практичне православ'я в фільмі «Острів» побачило, а я побачив практичне православ'я в житті преподобного Серафима Саровського. І от я на цих Серафимах, так сказати, зайшов в православну церкву. Дякую вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Может быть, мы... Есть еще желающие, да? Так, еще я. Давайте сейчас еще одну историю послушаем, а потом сделаем... Поговорим немножко с нашими гостями и вернемся, если нужно будет. Хорошо? Пожалуйста. Хочите-хочите. Добрый день. Меня зовут Дарья. Я родилась уже в православной семье. Но знаете, как бывает, отходишь от пути праведного, как это случается обычно в подростковом возрасте. И можно сказать, даже на сегодняшний день я постоянно нахожусь в поисках. Нельзя сказать до конца, что все хорошо, все гладко. И я постоянно ищу, нахожусь в поисках Бога. Отдельно, отец Алексей, вам вопрос. И, Мариночка, будет вам вопрос. Отец Алексей, вы, как никто, знаете претензии к нам православным со стороны протестантов. Вот. У них там немного. Они все напересчет. Почему иконы, когда сказано, не изображать там. Почему крестят маленьких детей, без их ведома. Почему отцом называют священником. Мы их всех знаем. Как мы православно отвечаем, но это есть только коротко. И как мы отвечаем, и как вы преодолели это. Как вообще преодолевается это. Вот все эти упреки протестантов. Ведь их повторяют, между прочим, не только протестанты, а такие стихийные протестанты. Говорят, а вот у них там, молятся, поклоняются иконам и так далее. Пожалуйста, как вы преодолели это все? Ну, надо дать должное и почтение, и уважение от Сван-Андрея Ткачева, что он как бы узнал, что я протестант, и он меня не отфутболил, а наоборот как бы приблизил к себе. И вот, и я ему сказал, что я вот не могу целовать крест, например. И иконы не буду целовать. Я вот прямо ему так и сказал. А он говорит, да не проблема. Он говорит, не целуй. Ведь это не это же православие. Православие это что-то другое. То есть, если всего этого даже не будет, если ты не будешь целовать иконы, не будешь ставить свечи, ты можешь не перестать быть православным. Что православие что-то другое, оно большее. Это какой-то важный атрибут, которому можно привести потом. Надо понимать. Мы очень часто делаем вещи, которые не понимаем вообще их значения, и делаем их. Это не знаю, что лучше. Не делать этого, или делать это бездумно. Поэтому вот он мне привлек меня и говорит, что не переживай, это все придет. Действительно, я потом много раз меня переносили в крест, я проходил мимо. И я потом подумал, а в чем вопрос? Почему я не могу поцеловать ноги Христа на кресте? Я поцеловал, и все. И потом как-то все пошло. А потом понял, что там в Евангелии слова Христа. И почему нам не целовать именно эту? Ведь мы не все целуем же. Например, апостольские послания, мы не целуем, нет такой традиции. А крест, Евангелие, икону, как изображение святого, в котором Христос, лик Христа, именно сам непосредственно, самого богословия, что Христос как бы явился. А как я могу тебя почтить, Господи? Как только через лапзание, как нежное прикосновение? Или что бы я целовал, если бы увидел живого старца, например, святого, того же Серафима Саровского? Что бы я сделал бы? И себя понимал, кто он? Конечно, я бы целовал ему руку. Ну, а тут его уже нет, но он живой, как бы. Есть изображение. Это дань какого-то некого почтения. Вот так вот можно говорить, что мы не поклоняемся, мы даем уважение. Как люди, приходя на могилу, они же там, ну, не знаю, не дебоширят на этих могилах, а наоборот, какая-то такая тишина, какое-то некое почтение оказывают своим умершим родственникам. Вот как-то так. Я еще вспоминаю, вспоминаем Андрея Кураева, его лучший период его жизни. Все понимают православное, о чем я говорю. Он приведел такой пример относительно икон. Представьте себе человека, который на фронте, на передовой. И у него в кармане гимнастерки лежит фотография любимой жены и его детей. И он какую-то минуту достает эту фотографию и целует ее. Мы что, будем говорить о том, что он фетишист? Проси Господи. Мы будем упрекать его в том, что у него какие-то нечистые влечения к фотобумаге? Нет же. Это акт любви. Это акт любви. Он любит того, кто изображен. И все эти вопросы надо снимать. Мы любим того, кто изображен. Малечка, вот тоже один из серьезных упреков мира к православному. Я хотел бы, что вы вот тут отдали нам такое... Нам говорят часто, вот там, где православие, там бедность. А вот где католицизм, там богато, хорошо, сытно и так далее. Что мы можем вообще ответить на это? Вот что мы ответим таким критикам, скажем так? Знаете, я думаю, наверное, скорее не католицизм, а протестантизм. И протестантизм, тем более... У тебя много денег, тебя Бог любит, да? Да, вот это идеология. Если я богат, если я благополучен, значит, Господь меня благословляет, и я угоден Богу. Ну, конечно же, мы понимаем, что это, наверное, не критерий угодности или неугодности Богу. Вот эта теория или Евангелие богатства, Евангелие процветания. Это никакой невидимый знак того, что Бог благоволит или не благоволит. Ну, я бы, наверное, не сказала, что все православные бедны. Нельзя так сказать, что вот... Да, и мы еще знаем другое. Пожалуйста, есть... У нас еще комментарий. Да, вот, пожалуйста. У вас. Да, полностью согласен с Мариной, то, что она сказала, то, что православные далеко не всегда бедные. Я просто думаю, что как-то Осипов эту мысль высказывал, что западный мир более успешный, потому что у них вопрос спасения уже решен. То есть у католиков вопрос решен, потому что есть заслуги Папы, заслуги святых, великих святых. У протестантов достаточно как бы тоже все просто. Ты уверовал, ты уже спасен. И как бы, а куда всю жизненную энергию девать, если ты не занимаешься спасением себя, ты уже спасен, то тогда как бы нужно устраивать Царство Небесное вот здесь на земле. Как бы, возможно, это с этим связано. И давайте все-таки не забывать, что Господь нам в Евангелии говорит, что счастье человека не зависит от его благосостояния. Мы имеем слова спасителя, которые говорят о том, что не от этого зависит счастье человека. Вот мне кажется, цивилизации, которые завязаны на материальный успех, они как бы выносят за скобки самое главное. Вот, я так думаю. Пожалуйста. Я хотел сказать, что я абсолютно не согласен с мыслью, что православие тире бедность и тире неуспешность. По-моему, самая величайшая империя в истории человечества это была Византия. Она не была такой же бедной страной. Совсем даже не бедной. И дольше всего это государство просуществовало. Также касаемо успешных, неуспешных людей есть множество людей, которые даже сегодня спортсменов и так далее, которых всех именно знают, боксеров и так далее. Даже можно, все понимают сразу, о ком идет речь. Один недавно победил, скоро второй. Это лучшие боксеры в мире. И сказать, что они неуспешны или бедны, ну это значит, просто не быть в курсе. Поэтому это упрек сегодняшний. И он такой лукавый. Это где-то от поздно родит. Такие мысли. Не кнущий быть помянут. Да. Спасибо. А кстати, Ярослав Амосова, если вы его имели в виду, то имею надежду его пригласить как-нибудь нам сюда на программу. Буду вести переговоры с его тренером. Ученко Усик. Да, да, да. Конечно же Усик, безусловно, Илама Щенкова. Еще у нас есть комментарии. Пожалуйста. Хочу добавить по поводу этого мнения. То есть, я общался с многими людьми и начал замечать, что смотря на православных, какие у них семьи. Они, во-первых, много детей. И они не переживают. У них нет тревоги по поводу денег и еще чего-то. У них также есть свои заботы и проблемы. но это все так спокойно. Вот ты заходишь к ним в дом и там просто какая-то благодать. Жена, она занимается своим делом. Все дети также при своем деле. Кто-то занимается наукой, кто-то музыкой. И плюс, что я заметил, те, кто действительно привлечен к православию, они заметно более эрудированные. То есть среднестатистический человек, с которым я разговаривал, вот ребята в школе, в университете, они не столь образованы, как православные. Ну, по крайней мере, мне так показалось. То есть в православных семьях как-то так вот завелось, что действительно дети более образованные. Они больше уделяют времени чему-то духовному, книжкам тем же. Вот так. Это мое мнение. Можно еще тоже подпределить? Да, да, да. Пожалуйста, батюшка. Пожалуйста. Я хочу поддержать немножко за бедность. Все-таки все-таки я бедный человек. У нас уже двое, батюшка. Я за бедных, да. У нас уже двое. Понимаете, тут такой вопрос, что там не просто так Христос сказал, что нельзя служить Богу и мамоне. Может быть, это имеется в виду. Действительно, что или я буду все время свое уделять поиску и добыванию денег, да, тогда я украду это у кого? У Христа и в познании Его. Однозначно. Нельзя быть и там, и там. Если это действительно какая-то работа, которая кормит тебя и даже не тебя, и твоих родственников, и ты хорошо зарабатываешь, но оно забирает все твое время, я не знаю, хорошо ли это. Надо все равно заниматься, надо заниматься все-таки поиском Бога. Спасибо, что вы напомнили эти слова Господа, что нельзя служить Богу и мамоне. Не хотим никого, конечно, обидеть, но все-таки вот есть, наблюдается в некоторых странах такое служение этому существу. Мне лично приходилось слышать и не один раз от образованных людей, от наших соотечественников следующий аргумент, следующий упрек, вернее. Православие самая консервативная религия. У Рима католиков ксензы бегают в футбол, там, скажем, да, у протестантов там вообще чуть ли не играют рок-музыканты в местах молитвы. А у вас все очень чинно, очень расписано и очень, так скажем, строго. Посты, молитвы. Вот что бы мы могли на этот упрек возразить? Пожалуйста, кто бы первый взял слово? Я могу сказать, что у нас действительно все так, но надо понять, что православие, оно не ограничивается храмом, это очень важно. То есть ты можешь быть православным и быть на работе, быть футболистом, быть боксером или борцом, это все будет тоже православие. но сама, например, литургия, она строго. Надо понять, что даже если бы мы пошли к какому-нибудь президенту, нас требовали от нас, не знаю, обувь, какую-то одежду правильную какую-то, ты говорил бы только правильные вещи, тебя бы там спросили, что ты будешь спрашивать и тому подобное. То тем более пред Богом должно быть чинность, должно быть чинно и благопристойно. Поэтому, может быть, у нас все тоже это есть, но служба действительно у нас консервативна. Вы кажется, что есть не только служба, а что еще? Расскажи, что мы не говорим? Это вообще вся жизнь. Почему-то ее разделяем. То есть православие это вся жизнь человека. Но что они говорят насчет консерватизма, это только что касается службы. И это правда. И это хорошо. И это хорошо. И вообще все строго, красиво, чинно. Мне кажется, наоборот, вот этого не хватает им как раз. И это полюбить с нашей стороны мы должны обязательно. И это прекрасно, мне кажется. Где-то же должен быть порядок. И он должен быть первое всего в церкви. Да. Мария, пожалуйста, вы хотели? Я хотела бы согласиться с отцом Алексеем. Наши батюшки тоже в футбол играют. Я имею в виду в них храма. А вот что касается храма, давайте вспомним. Слово святой на иврите, оно означает отделенный. Отделенный. То есть есть что-то профанное, обычное, а есть что-то святое. Вот оно консервативное, неприкосновенное, да? Это вот действительно вот этот порядок за богослужением, в храме, какие-то каноны и так далее. Вот мне кажется, вот в этом тоже. Да. Да, да, да. Сейчас я просто маленькая реплика. Есть такой украинский анекдот, я его не буду рассказать, потому что там последняя фраза такая «И шо оно ему дало?» Вот и вот «А что же оно им дало такое, что они там, скажем, пустили к себе в молитвенные дома, там, скажем, рок-музыкантов? Это что, увеличило количество валящихся? Я думаю, пустуют многие храмы католические, пустуют, сдают под различные мероприятия, под фестивали сдают. Это сегодняшний день. В Париже, в Мадриде, меньше может быть, но в Париже точно. Вот. Посему... Да, пожалуйста, Маша, кто нас хотелось бы сказать? Даже богато обожаючих. Защищая наш консерватизм, ну, как бы, хотелось бы сказать, что скорее речь идет о дисциплине. Дисциплина вообще для человека крайне важна, да? То есть это позволяет человеку быть такой... иметь внутреннюю струночку, которая, вот вы знаете, если она расслаблена, если она не натянута у музыкального инструмента, она просто не будет звучать. Итак, отец Алексей, Мариночка, всех спрашиваю. Это... Вот мы подведем сейчас черту под первым большим блоком нашей программы. Известный современный богослов, тот же отец Андрей Кураев, в период, когда он был выдающимся, выдающимся миссионером, говорит следующее. Он говорит, многие религии учат человека быть хорошим, нравственным, честным. Нравственная проповедь есть в конфуцианстве, она есть в той или иной степени, есть в исламе и так далее, в различных христианских доминациях. Все это так. В православии есть нечто, что есть только в православии. Вот я правильно понял ваш вопрос, что или кто, что, кто, что. Вот отец Андрей там отвечает, а я бы хотел, чтобы этот ответ прозвучал здесь, в этой студии. Вот чем православие отличается от всех абсолютно религиозных и дневной наций, религий и так далее. Пожалуйста. Ну, я скажу, что это то, что там есть Христос. Сам Христос. Сам Христос, да. По сути, больше ничего. И само причастие. Спасибо, батюшка. Мариска, пожалуйста. Я хочу добавить, что если вот возьмите любую религию, не христианство, уберите ее основателя. Уберите Будду из буддизма. Буддизм будет нормально существовать. Абсолютно. Уберите Мухаммеда из ислама. То же самое. Уберите Христа из христианства. Понимаете, эта религия личная. Личность встречается с личностью. Вот мне кажется, в этом. Спасибо большое. В отдельных моментах, мне кажется, критику надо все-таки услышать. Она бывает иногда справедливой. Все мы видели, как представители разных религийных громад остановят людей буквально на улицах, проповедуют. А нам, православным, иногда закидают. Мовляв, чому вы не проповедуете на улицах, на стадионах, в супермаркетах? Скажите, пожалуйста, чи справедливый такой закид? И что, на вашу думку, существует такая проблема, как молчание церкви? Я думаю, конечно, такая проблема существует. И многие люди не уходили в секты, если бы было активное миссионерство и проповедь. И, к сожалению, даже когда человек в православии, уже ему довольно сложно изучать веру не самому в церкви. Хоть и есть курсы некоторые, катехизаторские, но многие о них не знают, и их очень мало. Поэтому эта проблема действительно существует. особенно обращать людей там, атеистов или протестантов тем более в православие. То есть этим, по-моему, вообще никто не занимается и не собирается. Ну вот мы занимаемся сейчас. Вот мы немножко занимаемся. Дар, пожалуйста. А я считаю, что православие не должно быть навязчивым из супермаркетов и метрополитена и везде. Я думаю, что мы должны показывать это своими делами, своим поведением, чтобы люди смотрели на наш образ жизни и им хотелось такого же. В исходе, что все-таки проповеди не выстачают. Она ведь в храме просто. У меня есть реальный пример. Моя родственница имела большую беду. У нее сын был наркоманом. И она просто не нашла поддержки, скажем, в храме. Ну, мы не будем назвать, в кем она в монастырь обращалась. Она пошла в один монастырь. Ее там не приняли, не выслушали. Хотя, ну, как бы материнское сердце это же вместилище неба. Это очень все больно для нее было. Тем не менее, никто не проегерил. Она пошла в другой монастырь. Там было точно такое же. И, соответственно, получилось один негативный опыт, второй негативный опыт. Она пошла к сектантам, ее приютили. И после этого рассказывать ей, что она не в благодатной церкви. Она говорит, ребят, мне помогли. Ну, вот вы мне не помогли, а эти люди мне помогли. И поэтому... Душа прикруток. Спасибо, спасибо. Батюшка, пожалуйста. Ну, вот я такую тоже историю слышал, что в одном храме, из-за того, что был большой мороз, был перепад температуры, лопнул колокол. Понял, да? То есть, и вот звук был очень такой, глухой, но не звонит. Не звонит. Почему у тебя, говорит, не звонит колокол? Ну, вот лопнул. Так говорит, а у вас же недавно был, говорит, какие-то, в гостях были какие-то там высокопоставленные какие-то особы. Почему вам не сказали? Так говорит, у колокола, говорит, намного голос громче, чем мой. Вот. И говорит, если они его не услышали, как же услышат меня? Спасибо. И это классная мысль здесь, в том, что, конечно, православие... Зарвало область, собачки. Я, конечно, это за то, что колоколы, там, церкви, вообще, вся наша, ну, как бы, вера наша проповедуется на самом деле. Но должны, естественно, так, что из-за того, что мы очень большая, как бы, структура, мне кажется, должны быть такие, какие-то маленькие отряды, там, я не знаю, которые бы проповедовали бы православие, может быть, и на улице, какие-то миссионерские отделы. Они же должны чем-то заниматься. Раньше, там, когда был Иоанн Кронштадтский, по-моему, были даже какие-то корабли, которые ездили с проповедью, там был священник, где там крестили людей, были врачи, там, еще кто-то. И вот были какие-то катехизаторы, которые проповедуют, что-то говорят. Это было бы очень классно. Но это не должны заниматься все, естественно. Должна быть качественная, качественная подача какая-то, качественная информация. Тогда, мне кажется, все это возможно. Пальчик, скажите, а че есть у нас такие, какие-то школы, проповедники, может быть? Вот у нас был такой опыт, что мы запускали в Киево-Печерской лавре школу проповедников. Мы учили говорить, писать о Христе. Но вы знаете, печальная история, то, что она как бы два года прошла, и все. И таких активистов не появилось. Проблема, конечно, вот в нас во всех, что мы, это кто пойдет? Спросили, кто, говорит, Господь спросил у Иса, и говорит, кто пойдет и станет в параллоне за народ сей. Он тогда сказал, выступил, говорит, я. Понимаете? Вот только это все зависит от нас. Если ты пойдешь, тогда, если ты пойдешь начать проповедовать, тогда что-то изменится. Если ничего не произойдет, ничего не произойдет. Может быть, еще такую последнюю историю, такую маленькую, что, по-моему, это Блаженный Августин, или просто такая какая-то притча, что как-то выбросило, выбросило на берег множество звезд вот этих вот морских. И мальчик стоял и выбрасывал их обратно в море, потому что они гибли на солнце. И человек подходит и говорит, зачем ты это делаешь? Ты же понимаешь, что ты их миллиарды, ты всем им не поможешь. А он тогда поднимает эту и говорит, а вот этой я помогу. И бросил ее в море. Поэтому все на самом деле зависит от нас. Если мы что-то сможем сделать, мне кажется, если бы хотели, появятся учителя, которые подскажут, направят. Если вы сами не организуетесь, никто вас не организует. Вот так даже. Мариночка, спасибо. Спасибо. Посоединяюсь к аплодисментам. Вот вам, как видится, проблема молчащей церкви. Есть такая проблема? И что вы можете по этому поводу сказать? Я хотел поделиться мыслью. У меня двоякое отношение. С одной стороны, вот мне было 18 лет, сижу я на ютубчике, смотрю, я такой мамкин националист. Вот сижу на ютубе, смотрю очередного жреца, которого посоветовал Задорнов, небезызвестный. Он в свое время через социальные сети очень сильно, скажем, не миссионер, не то слово подобрать, но в общем, вот это все жрецы, там и так далее. Мне было интересно, я очень, меня цепляла вся идея разбираться в словах, типа, откуда они там произошли и так далее. Я узнал, что есть воскресная школа, пришел задать один вопрос. Вопрос, который у меня появился, каким образом, смотрел на ютубе видео, и там один черной, типа, жрец, короче, говорит, что Христос не приходил к нам, значит, славянам и так далее. Он там пришел куда-то к евреям вообще и все. И он приводит там цитату, что я пришел только к заблудшим вовсам дома Израилева. Я впервые в своей жизни открываю Библию и действительно не соврал. Ну, как не соврал, знаете, он как дьявол тоже Христу, он же не соврал в принципе, но он соврал по сути. Вот. Когда цитировал Писание. И я прихожу с этим вопросом к священнику, вот, задаю вопрос, и он абсолютно ненавязчиво так зевая, немножко говорит, переверни пару страничек, там написано, идите, научите все народы крестаевыми отца и сына. И я тогда впервые в своей жизни понял себя, вот это я обманут, конечно, да. То есть, я пришел к православию, потому что я не хочу быть обманутым. Ну, это так касаемо одного из вопросов, который был. С другой стороны, у меня вопрос, идите, научите все народы крестаевыми отца и сына и сына и сына духа. Это обращение к кому? К апостолам, каждому из нас? Ну, интересный вопрос, да. Да. Ну, давайте. Да, и патриарх должен приходить. Спасибо, Ваше. Спасибо, да. Может, кто-нибудь пописнет на это запыта? Идите и научите крестить. Да. У меня есть вся точка зрения, но я воздержусь, хотелось бы послушать, да. Да, вот, батюшка, хотел? Давайте я скажу. Пожалуйста, я скажу. Ну, конечно, это для всех людей, обязательно. Там важно, что слово «иди делайте учеников», потому что крестить не все могут, хотя, в принципе, могут крестить все при необходимости. Но наша задача делать учеников, то есть передавать некую веру, то есть как должен отец передавать своему сыну. По сути, это наша задача всех людей. Ведь, если бы это не наша была задача, то откуда бы взялась там какая-то Нина Грузинская, понимаете? То есть откуда-то взялась там православие там, не знаю, там в Китае, например, там он шанхайский, допустим, да, еще что-то, еще что-то там на Аляске там появилось там православие. Если бы кто-то взял и не пошел там, а тот же Николай Японский и тому подобное. То есть это же люди, которые взяли и начали говорить об этом. Просто им было не безразлично судьба других людей. Мне кажется, что мы должны в свою меру. Правильно, правильно абсолютно говорят, что надо своими делами, конечно, проповедовать. Есть такое высказывание, что Евангелие проповедуется только в крайнем случае словами. А так оно проповедуется жизнью. Но ведь сегодня мы в век информации, информационный такой век. То есть сейчас возможно там проповедь какая-то с современными какими-то технологиями, там блоги. Да, ты сразу можешь сказать что-то, если это действительно хорошее и сильное, сразу на на большую аудиторию. И это будет проповедь. Понимаете? Если ты будешь популярен, ну, не знаю, ты что-то сможешь сказать. Те же спортсмены, если они действительно чего-то достигают, высоких каких-то результатов, и они потом заявляют, а я православный, это огромная проповедь. Огромная. Поэтому мы, для меня вот вопрос, конечно, стоит хуже, когда мы говорим, что мы православные, да, даже бьем себя в грудь где-то, но сами остаемся плохими людьми, плохими работниками. Нас выгоняют из каких-то там за нерадения с работы или еще чего-нибудь. Я плохой муж, я плохой отец, я плохой учитель. Я не знаю, что еще, поняли? И я православный. Мне кажется, что это еще хуже. Это позор какой-то вообще Христу и всем этим людям. Лучше бы ты молчал, понимаешь? Поэтому здесь, мне кажется, что должна такая быть мудрость какая-то особая. Вообще, кому говорить, при каких обстоятельствах и вообще, кто тот человек, который говорит. Очень важно. Нам говорят, православные целуют Евангелие, но не знают Евангелие. Справедливо ли это? Может быть, давайте прислушаемся к этой критике. Может быть, отчасти это так. Я вспоминаю, однажды в далекой-далекой молодости попал на заседание одной деноминации далекой от православия. И их лидер, я не был, даже православным, их лидер поражал тем, что он говорил, откройте Коринфянам второе послание, и дальше вы читаете в седьмом стихе и на память. Или откройте книгу Даниила и на память говорил. Это производило впечатление. На меня, на молодого человека производило впечатление. Справедлива ли эта критика? Что мы плохо знаем Евангелие. Мы православные в массе плохо знаем Евангелие. Мы в диспутах с протестантами можем проиграть. Они начинают цитировать, иногда, правда, не доцитируют, но, пожалуйста, если можно. Кто хотел? Это правда. Это правда. То, что у нас мало знают Писание. То есть, из-за того, что православие огромное, это как огромный океан, понимаете, это огромный океан, может быть, из-за этого люди где-то распаляются и начинают не тем заниматься, например, изучают только там акафисты, например, или только молитвенное правило, и не уделяют должное время изучению Евангелия. Евангелие каждый христианин, каждый христианин, православный, должен знать очень хорошо, близко к тексту. И вообще надо знать Библию всю, прочитать ее как минимум раз, а лучше ее, чтобы она была настольной книгой каждого христианина. То есть, если мы не знаем самого главного, как мы можем идти дальше? Поняли? Поэтому мне кажется, что есть такая проблема и повальная. Многие не знают абсолютно ничего, просто не хотят даже знать. Вы согласитесь с этим? Проблема есть. Проблема однозначно есть. И вы знаете, мне нравится высказывание одного проповедника о том, что христиане это люди книги и чаши. То есть, это самое главное, писание и участие в таинствах, но в частности причащение. Поэтому я думаю, что нам стоит над этим задуматься. Но вот только критикующие нас протестанты, знающие, может быть, в массе лучше книгу и стыдно нам, они выплеснули ребенка, как мне кажется, из ванночки, а вот с чашей там проблема ведь. Ведь, по-моему, да? Что нам до них? Да, да. Что там? А у нас есть чаша. Мы люди чаши. Мы прощищаемся. Нам надо дату. То есть, им надо прийти к нам. Да, им надо прийти к нам. А нам нужно вспомнить о слове и читать его. Нам нужно вспомнить о слове, а им вспомнить, что Господь сказал, кто не будет есть тело и пить крови, мы. И будет иметь жизни вечной. И будет иметь жизни. У нас есть рубрика отдельная. Ее назвали вопрос на засыпку. Пожалуйста. Саме зараз представники православной молоди может задать по одному запитанию нашим гостям. Памятаем, что запитание короткое. Памятаем про то, что найактивнейшего учасника и того, кто задаст найцикавейшее запитание, ждет приз. Касаемо задавали ли вам подруги, может быть, знакомые, женщины, насчет того, что христианство как-то унижает женщину, вот эти все моменты, бывают, они проскакивают. Когда девушку спрашиваешь, как ты относишься, а ты что, чтобы меня там муж, бил, короче, она думает, что вот. Ну, то есть, как вот вы видите, вот женщина в христианстве, она там свободна, она там не свободна. Вот эти проактивные вопросы, которые, может быть, вам задавали, как вы на них отвечаете? Спасибо. В студии запахло феминизмом, да? Причем от меня, да? Легкий запах такой феминизма. Да, пожалуйста, Рычка. Если ответить на вопрос, то я считаю, что православие дает женщине гораздо больше, чем любая другая религия. Женщина ничем и не отличается от мужчины в православии. Ну, кроме того, что не может быть священником. Все. И хорошо. Да, потому что священник, священник это икона Христа. Вот, потому. А, собственно, ну, мне, честно говоря, не задавали вопрос, но я вам, скажем так, живой пример. Меня вот допускают преподавать, проповедовать о Христе. Даже в этом ограничения нет. Понимаете? Вы выглядаете такой прекрасной, счастливой женщиной. Хочется пополадовать. Я не весьма не все, еще и одно маленькое питание. Може, я задам? Кажут, что православное христианство это религия слабких людей. Что мы, те, кто православный, так, подставляем свою щеку тому, кто нас ображает. Правда, это или нет? Скажите, пожалуйста. Хорошо. Религия слабаков. Хорошо бы было, если бы мы подставляли вторую щеку, друзья. Увы, увы, мы готовы напасть на того, кто нас обижает сегодня. Я слышал очень интересную мысль у Антония Сурожского. Он говорит, что вы знаете, что храм, это единственное место, где мы позволяем быть себе уязвимыми. Глубокая мысль, есть о чем подумать. То есть, что вообще мы везде защищаемся, мы везде защищаем себя от всего. Я сильный, не подходи ко мне. А вот быть уязвимыми нас учит на самом деле только храм. Ведь Христос, вот на кресте, Он распят. А мы, если христиане, мы обязаны быть распятыми. Понимаете? Когда-нибудь, чем-нибудь, как-нибудь, но мы должны быть распятыми. Поэтому это, и это не есть слабость. Это наоборот, была сила Христа, что Он мог ответить, но Он отдал себя на распятие. Есть такая мысль, что говорит, и когда тебя бьют, тебя бьют, тебя что сложнее? Дать сдачу или промолчать и, грубо говоря, спустить с тормозов? Конечно, дать сдачу легче. И поэтому смириться и стерпеть намного сложнее. Поэтому это еще, может быть, даже и не выросли все, чтобы терпеть. Но это не есть слабость. Это как раз есть сила, побеждающая этот мир. Это любовь и тому подобное. Спасибо. Вы знаете, в порядке реплики, просто как литератор, вот чувствую разницу между словом огонь и огонь. Огонь лучше, лучше, возвышение, безусловно, выше. Уста или рот. Да, уста или губы. Или рот просто, это некрасиво вообще. Да, в общем, да. Это вопрос. Последний вопрос сегодняшней программы. Одновременно он мостик к нашей, возможно, одной из ближайших программ, которая будет касаться церковной ситуации в Украине. Попрошу ответить коротко всех присутствующих, кто захочет, естественно, ответить. Ну вот, со всех сторон нам православным говорят, там говорили до сегодняшнего времени, да, вот, то не так, это, вот. А один автор читал его книгу, не помню, которая перешла в нашу православную церковь, он говорил, меня учили, он был протестантом, не помню, какой-то динаминации, не помню, меня учили, у православных все плохо, у них это плохо, и то плохо, а у нас все хорошо. Я действительно думал, а потом я начал как-то изучать случайно, смотрю, у них плохо, но у них есть святые, у них плохо, но у них такие красивые храмы, у них ужасно, но у них такие красивые иконы, которые мне очень нравятся. И я сказал тогда, спросил своих наставников, если у них все неправильно, но у них так красиво, вот, так почему у нас этого нет? Ну, это к слову. Сейчас появилась новая, новая такая вот ловушечка, вот, для и молодых, и немолодых, именно граждан Украины под названием Томас и ПЦУ. Это тема уже следующего нашего разговора, мы сейчас не будем его, говорится по-украински, разголуживать, но я все-таки спрошу, коротко попрошу прокомментировать, было ли у вас какое-либо соблазн двинуться в ПЦУ, и по-либо чему этот соблазн не сработал, пожалуйста, и почему вообще нельзя даже этот голос слышать, как говорила Ахматова, замкнула, слух. Пожалуйста, два слова о порождении липового Томаса под названием ПЦУ. Почему не ПЦУ? Кто начнет? Я даже не знаю вообще, что ответить. Чем было раздумки по этому ПЦУ. То есть, у меня вообще не было никуда подвижек двинуться даже и со своего храма, не то, что вы, понимаете, вот, а вот уже переходить вообще как бы какой-то серьезный, какой-то неправильный шаг, ну, мне кажется, ну да, мне даже слов нет, для чего это нужно делать, что там типа лучше, там дают гречку, тишот, ну, я не могу понять. Может быть, скоро будет что-то давать. Нет, может быть, тогда, может быть, идите, как бы, кому не хватает гречки, идите, идите, конечно. Контингент, выстачая контингента, пожалуйста, ваше отношение. у меня однозначно не было даже такого вопроса, почему, потому что основатель церкви Христос, когда церковь основывают люди, тем более, руководствуясь разными такими мотивами различными, то это уже, наверное, не церковь. Люди под названием, давайте их назовем, там, Петр Порошенко, да, Порубий, вот отцы-основатели этой организации, да, и святые отцы. Странно, странно, не святые, да, странно ведущий себя патриарх, Бог ему судья, церковь будет оценить его поступок. Друзья мои, я благодарю вас, действительно, искренне благодарю вас, я хочу сейчас, давайте, отец Алексей, Марина, давайте наградим одного книжками вот этими, наградим одного с вашей точки зрения самого, не знаю, понравившегося вам, самого активного, самого такого, назовите кого-нибудь, девушку или парняка, вот, а мы вручим вот эти вот книжки. Я потом... Радость, да, назовите, пожалуйста. Давайте я на эту девушку, вот девушку в очках, да, все решено, молодец, активный, это девушки, а вы молодого человека назовите. Нет, а у меня, не подождите, у меня только для одного. Для одного только, да? У меня только для... Простите, Ольга, да? Присводим. Олечка, спасибо вам за активное участие в нашей программе. Две книжки вам. Эта книжка отца Андрея Ткачева сегодня с благодарностью вспоминавшегося, называется она «В общении». Вот, и вторая книжка Сергея Комарова и отца Андрея «Библия и жизнь». Спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас мне почему-то вспоминается летописная история. Помните выбор веры князем Владимиром. Креститель Руси тогда, в 10 веке, и для себя, и для нашего народа, для нашей земли сделал правильный выбор. Мы, программа «Лестница в небо» желаем нашим зрителям тоже правильного выбора. Мы щиро дякуем нашим гостям та всім учасникам программы за щирость, за відверті відповіді на запитання. На все добре, друзья. И до новых встреч в программе «Лестница в небо». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...